И снова привет гитаристы! А сегодня мы разберем упражнение на растяжку и будем тянуть пальцы вдоль и поперек. Упражнение на растяжку играют гитаристы всего мира, они в общем-то не отличаются друг от друга. В нотах их записал Скотт Теннант, они очень эффективные и я вам их сейчас покажу. И начнем упражнение с растяжки поперек грифа. Упражнение подойдет даже для начинающих, можно играть его и без правой руки. Исходное положение это пятая позиция и третья струна. Три пальца из четырех постоянно должны находиться на струне, а один палец перемещается поперек грифа. То есть четвертая, вторая, пятая, первая, шестая. Поставили. Теперь второй палец. Четвертая, вторая, пятая, первая, шестая. Потом третий палец. Четвертая, вторая, пятая, первая, шестая. И то же самое с мизинцем. Четвертая, вторая, пятая, первая, шестая. Обратите внимание, что пальцы, которые стоят на струне, должны быть достаточно расслаблены и не тянуть струну в разные стороны. Следующее упражнение немного посложнее. Здесь задействованы уже пары пальцев. То есть берем пару пальцев первый и второй. Перемещаются они по очереди. Первый, второй, первый, второй, первый, второй, первый, второй, первый, второй. Как вы видите, растяжка уже более широкая. То есть здесь у нас самое большое расстояние было 4 струны, через 2. А здесь у нас уже через 4 получается, когда они в таком состоянии оказываются. То же самое нужно проделать со всеми парами пальцев. То есть второй, третий. И третий, четвертый. Далее мы идем по мере усложнения. Теперь пальцы нужно ставить одновременно. То есть берем опять пару пальцев первый, второй и ставим их вот в таком вот положении. И обратно можно. Следующая пара пальцев. Второй, третий. В третий, четвертый. Здесь, конечно, не очень становится удобно, особенно тем, у кого коротковатый мизинец, например, как у меня. Когда не дотягивается мизинец до струны, локоть нужно немного прижать к себе. И таким образом кисть немножко вот развернется сюда. Можно добавить и другие варианты. Например, первый, третий. Или второй, четвертый. Или первый, четвертый. Это были упражнения, направленные на растяжку поперек грифа. Теперь мы растягиваем пальцы вдоль грифа. Первоклассникам я бы советовала, наверное, играть в пятой позиции. И пальцы мы растягиваем на один лад дальше, чем обычно они играют в позиции. То есть не пятый, шестой, седьмой, восьмой. А первый пальц будет на пятом ладу. А эти все пальцы мы будем тянуть на один лад дальше. Все остальные могут тянуть их на сколько хватит. Стараемся не только растянуть связки, но и ударить по грифу, как будто бы ударяем молоточком. В дальнейшем такие постукивания помогут при отработке технического легата. Но это уже совсем другая история. Я расскажу о ней в другой раз.